Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание Ну что ж, приступим пожалуй, так, заберем конверты для начала, так, хорошо Что-то у нас здесь, о, замечательно 104 камня, погоди, погоди, родная, ты куда пошла? Ты мне еще нужна Ты сейчас будешь у меня добывать дерево, продолжать Блин, 5 часов, ну, никуда не денешься, пускай, ребята, добывает Так, что у нас здесь, ага, в магазине, видимо, что-то откатилось, и я больше чем уверен, что это бесплатный куб Да-да, именно он Ну, порадуй меня хоть чем-нибудь Ну Так, 200 монет Ну, в принципе, Хорк и Диас, одна ДНК выпала, и у нас Максима, да? Ладно Кстати, ребята, нам нужно сейчас с вами посмотреть на одного из новеньких моих ассасинов Который ждет своего открытия Специально ждал этой серии, ребята, чтобы на ваших глазах открыть его И, как видим, это у нас Фарис Кто ты такой? Давайте посмотрим Ага, редкий, ребята, ассасин, это значит специалист, умелый ремесленник Ага, вот так вот, значит Ну что же, давайте пробежимся быстренько по профилю У него выносливость средняя Прямой удар средний Урон по группе По группе Тоже средний Также он идет как маленькая поддержка Обезвреживание Ну, понятно, он специалист, видимо, по этому делу И маленькая-маленькая способность к перемещению у него Эксперт по обезвреживанию ловушек Может оглушить врага с помощью оглушающей бомбы Ничего себе Ну, это что-то новенькое До сели не было никаких у нас бомбочек Водушевляет членов отряда, увеличивая их показатель атаки Вот у него уникальный навык Видимо, какая-то бомбочка Оглушающая бомба Бросьте оглушающую бомбу Чтобы на некоторое время вывести противников из строя Оглушает всех врагов на два раунда, ребята Хо-хоу Слушайте, это круто Надо будет обязательно это заценить Так, ну что же, давайте посмотрим по навыкам Ну, бомбочку мы прочитали Что вот это у него такое Сила верных клятвий Повышает силу одного из ассасинов Давая ему преимущество в бою Увеличивает показатель атаки Выбранного ассасина на 10% на 10 раундов Ну, неплохо, но мало Ну и, естественно, ребята, он у нас Эксперт Ха-ха Эксперт, это то есть Довольно неплохой мужичок Который может обезвреживать ловушки У него, причем, показатель проворства Увеличивается на 20% Слушайте, ну это круто Очень круто, ребята Снаряжение, ну, пока непонятно Я думаю, что он среднюю броню носит Да, средний доспех, как мы видим Это как раз то, что нужно Ну, естественно, ребята, класс оружия у него Как мы видим, дубины, молоты и так далее И аксессуары, я думаю, что, скорее всего Это надо будет Ну, тут любые, но обычно я всегда Предпочитаю, ребята, пояса Для тяжей, для таких вот бойцов Лучше всего пояса идут Потому что ботинки лучше на ловкачей А сумочка это обычная Да я даже не знаю, для кого она обычная Для скрытников, наверное Так, ну что же, характеристики, ребята Ну, защита слабенькая Не такая, конечно, как я рассчитывал Но, тем не менее, очень неплохие показатели Бонус скрит удару соточка идет у него Урон от оружия 7.9 Ну, это базовая идет Скорость полторы секунды Точность 95% Понятно Ну что ж, давайте, наверное, ребята Прочитаем, кто он такой вообще Кто он такой Этот наш Фарис Аль Сафар Мараканец Фарис Аль Сафар Родившийся в эпоху Возрождения Был блестящим ремесленником и инженером Он перебрался в Гранаду Чтобы продавать там свои хитроумные устройства И инструменты богатым аристократам Талантливый изобретатель Постоянно экспериментировал со сложными механизмами И взрывоопасными смесями Пытаясь выйти на новый уровень технического прогресса Зачастую ему приходилось нарушать закон Чтобы найти необходимые материалы Для этого Фарис заключил соглашение с местными преступниками В обмен на помощь в поисках Он снабжал их бомбами и инструментами Так продолжалось до тех пор Пока Об Аль Сафари Не прознала Джария Аль Закия Шпионка султана Мухаммеда XII И член братства Она сразу поняла, что навыки изобретателя Могут пригодиться ассасинам И убедила султана простить Фарису его проступки Ремесленник присоединился к братству И теперь создаёт удивительные инструменты и устройства Только для своих новых союзников Вот так, ребята Слушайте, я считаю, что как вспомогаловка Он очень будет хорош Хотелось бы, конечно, посмотреть на его бомбочки оглушающие Всё это, естественно, ребята Мы протестим Причём это наёмник у нас редкий, ребята Редкий Соответственно, он будет дорого стоить в обучении Но будем надеяться, что оно того стоит Так, что у нас смотрим, ребята Легион смерти мой 18-го уровня Может быть, сегодня мы, кстати, как-нибудь попробуем поднять до 19-го уровня Не знаю, каким, правда, макаром 125 энергии у нас 32 билета на события Кстати, давайте зайдём, ребят, на события Кстати, смотрите, вот это вот Испания, 15-й век Я просто хочу сюда попасть, ребята Уже скоро, уже скоро Но когда? Пока у нас идёт испытание Разлом Хеликс Это тайные операции Так, здесь, ребята, я не очень многого добился Как вы видите, у меня 62 тысячи Ну, почти 63 Чтобы получить вот этот реворд Вот эту вот награду, нам нужно 75 тысяч Да, конечно Очень-очень дорого И долго, ребята, честно говоря Вот это всё обходится Приходится иногда даже тратить Бутылочки На отлечивание Ну, что ж поделаешь Так, ну что же Я не знаю, ребят Вот на высокую На высокую я не пробовал Потому что Судя по всему Ну, вот здесь вот можно быть Рискнём 870 мощей нам нужно Плюс 2 ассасина Скрытности, да? Давай глянем По-моему, у меня таких нету, ребят Так, ну, есть Луиса Есть Максима Ну, Агилар В принципе, нам не обязательно Их брать с собой Мы можем с вами подобрать Кого-нибудь Поэффективнее Ну, если Агилар ещё как-то Вписывается в эти рамки То остальные, боюсь, что нет Беатрис Ну, Беатрис, она слаба, ребята Посмотрите Причём я никак не могу понять Почему она такая слабенькая Она у нас редкий Редкий герой Слушайте, что с ней не так? Почему у неё такая Слабая силёнка? Двухручный меч Всё вроде бы По кайфу стоит у неё, да? Почему так всё слабо? На ней стоит самое лучшее, да? Можно так сказать Не знаю, ребят Почему у неё так мало мощей? Должна просто отжигать Она по-чёрному причём Ладно, давайте уберём Наверное, мы здесь с вами Луиса, скорее всего И попробуем всё-таки Взять Беатрис Я рискну Да, я ничего не говорю Ребята, очень мало у нас мощей И также очень мало мощей у нас На Максима Ну, я не знаю Может быть, нам взять Марию? Вообще-то здесь лучше брать Клауди Потому что она может похилять Ну, если что, там ещё что-нибудь сделать Вот так вот Опасно, рискованно Но я всё-таки хочу попробовать, ребят Я попробую Ну, проиграем-то, проиграем Ёлки-палки Чё ж поделаешь? Так А, мы даже начать не можем Ну, я же вроде бы не Блиц Нажал Я же ведь Просто обычный бой Нет, ребята, мы не можем Потому что вот Не хватает мощей И всё И хоть ты тут тресни Жаль Обидно Ну, давай тогда вот это Вот здесь можем мы, наверное, и по Блицу пробежаться Чё уж тут Да? Ну, да Вот так вот я, ребята, сделаю тогда Возьму и Максима Возьму и Луиса Видите как? 75% Плюс 75% Чё, у них у обоих уже по 75% А, да, ребята, я когда Луиса сегодня прокачал на 2 звезды Он стал 75% нам добывать А был до этого 50% Так, хорошо, и давай тогда возьмём Ну, Марию, предположим Тратим Так Ну, неплохо Но мало, ребят Мало, хотелось бы, конечно, побольше Так, ну что, давай ещё, наверное, сделаем Блиц Так, у нас Подожди, а у нас подходящий ассасин-то есть под это дело? Нету, к сожалению, ребят Поэтому Так, 15 минут Здесь 19 минут они будут отдыхать Слушай, ну это долго Давай тогда Попробуем Сами пройти Без Блица Так, подожди, Марио, а чё ты Что ты у меня здесь делаешь, а? Скажи-ка, я же вроде бы Вроде бы так Не хотел этого делать Давай мне Сюда Луиса Вот И возьмём Пожалуй, наверное Слушай, Марию, наверное, не стоит брать Давай возьмём Беатрис Да, вот так вот Подтвердим И пройдём сами Этот этап У нас как раз, ребят На одну попытку всего лишь энергии-то и осталось Так, ну ладно Давай прогрузчик подождём Украсть материалы У нас, ребят Задание с вами Так, Луис Ну, можно и так Можно и так Ну, давай, поехали Давай спрячемся Так, ну здесь пройдём Обязательно, ребят Ну, сами знаете Большая процентовка 95% Это Вообще Изи Хотя Бывали моменты, что И даже при таких процентах Нас Обнаруживали Так, что мы здесь можем сделать Здесь только скрыться Так, у нас сколько? 4 убийства Хм Ну Давай попробуем, ребят Попробуем Я хочу рискнуть Отлично Так, а здесь Давай вот так Вскрытненько Угу Получилось всё Проходим далее Так, дальше что у нас? Чё, неужели наверх надо идти? Ммм Не хотелось бы, конечно Давай вот так попробуем Луис, я надеюсь Ты меня не подведёшь Отлично У него хорошо получилось Ой Здесь-то тяж Это плохо, ребята Если он Заметит нас И он нас заметил А, ты посмотри на него Ёлки-палки И второй Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ребята Оглушил Так, а что мне это оглушить? Мне это оглушение Ровным счётом Сейчас ничего не даст Сзади этот меня добьёт Ай-яй-яй Как же, ребята, плохо Как плохо всё тут вышло Блин Ну да, конечно А с этим-то как мы будем справляться? Бесполезняк, ребят Чудом Просто чудом Фух Чудом уцелели Так Тут у нас Ну Лёгкий разбойник, да? Ловкий Давай Давай тогда Уже накажем его Поехали Так В колокол звонишь, да? Ну ладно Вдвоём тогда получите Ха-ха Мне какая разница Вот так вот Сейчас отдуплиться Так А этот долго здесь у нас Не потанцует Готов Да, Луис, конечно Блин Из-за него чуть было Не слили Каточку Так Да я думаю Добьём, ребят Ага Так Так Здесь что у нас происходит Всё что ли Наверх Тут ещё и Миссия такая, ребят Коротенькая Оказывается у нас Да-да Всё Припасы мы с вами Забрали Ну Отлично Блин Да Из-за Луиса Чуть было мы Не слились Ну Всё обошлось Так Отлично Ну Нам нужно Ребята Опыта Опыта Где-то Надыбать Потому что я хочу Сегодня поднять 19 уровень себе Базы Базе Своей базе И Посмотреть Что нам дадут По идее Я надеюсь Что Или оружие Или броню Мы сможем с вами Улучшенную делать Пора уже на 3 звезды Идти Хватит в этих Шмотках Галадранских Бегать Ну А для этого Естественно Ребята Лучше Выполнять Задания Которые Идут На ДНК Почему Сейчас объясню Например Так Кстати В этой главе Как вы видите Я уже немножко Ребят Продвинулся Чуть-чуть Видите Я вот здесь Уже начал ДНК Добывать Это я имею ввиду В третьей главе Видите Вот здесь у меня Вот тут Отсюда начинается Да Третий регион Вот тут на 3 звезды Я прошел Кстати Здесь я и получил Нового персонажа Накопил на него Вот здесь Вот Здесь кстати Я накопил Вот на этого Дедушку Дяденьку Так И Что же Может быть Попробовать Пройти Ну тут 960 Мощи Ребята Очень тяжело Но стоящее А здесь Сколько у нас Тоже 960 Мы можем Вот сюда Пойти Тут 560 Но опыта Дают 220 Кстати Сколько здесь Опыта дают А здесь Откат 240 Слушайте Ну Не намного То и больше Поэтому я думаю Что вот здесь Можно пробежаться К тому же Мы можем получить С вами ДНК Вот Этого Паренька Кто это такой У нас Касим Альдани Тоже редкий Ну Много Конечно Нужно ДНК Для того чтобы Его открыть Как видим 11 штук То есть Даже если мы С вами будем Все время Его доставать Нам все равно Не хватит Потому что За 3 прохода Мы получим Только лишь 9 И то Если он будет Выпадать Нам все время А он Как видите Шанс выпадения Очень низкий Ладно ребята Давайте Попробуем Сейчас по блицу С вами пробежать Если у нас Да У нас такая Возможность Предоставляется Один блиц Мы с вами Можем Зарулить Ну что же Грех Не воспользоваться Этим Так Задание Завершено Сколько Интересно У нас С вами Так Ну Грубо говоря 2200 Оу 2200 Ребята Это Это много Если честно Это 10 раз Мне нужно пройти Задание 10 раз Соточка Да Ой Даже наверное И не хватит Ну Попробуем Почему бы и нет Надо как-то Стараться Ребята Так Сейчас мы посмотрим Где у нас Опыт здесь Идет 220 Здесь можно По блицу Пробежать Так Нужен такой Такой Блин Ну что ж Такой Это Вечная Какая-то Нехватка 220 Здесь Сколько Дают Тоже 220 Надеюсь Блиц Можно запустить Во Вот тут Хорошо Ребята У нас Пойдет Дело Почему Блиц Ну Во-первых Быстрее Не надо Бегать Время Тратить Вы понимаете Да Для чего Я беру Именно Блиц Тут Тоже 220 Но Боюсь Что Да Не хватает Не хватает У нас Тут у них Слишком Долгое Лечение Будет Слушайте Ребята Я знаете Что Предлагаю Наверное Сделать Паузу Паузу Я Здесь Втихушку Разбомблю Их Слушай А вот здесь Можно Блиц Сделать Так Давай Тогда Делать Все равно Идет Опыт Везде Одинаковый Ребят Так Вот этого Мы Сюда Воткнем Так Опыт Все равно Идет Одинаково Везде 220 Экспы Так что Какая нам Разница Где делать Да Так Давай Тогда Еще разок Зарулим Вот так Так Возьмем Ихамида Поехали Если Получится Будет Замечательно Просто Так Ну Сразу же Еще Заодно Мы с вами Ребята Получаем Здесь И ДНК Видите Да Сами ДНК Идут Все Отлично Так Все Здесь У нас Закончилось Вот здесь Уже Наверное Нам будут Давать Да Видите 160 Экспы Это мало Ребят 160 Это Нас Не устраивает Давай посмотрим Здесь Разбить Оковы Что Нужен Здесь Нужен Вот такой Нам Ребята Еще Один Ассасин Скрытности Они Все Лечатся Все Влечений Ладно Я предлагаю Короче Сейчас Нажать На паузу И Быстренько Ребята Я вот это Вот пробегу Ну Уже Как говорится Я думаю Что вам Просто не Понравится На это Все Смотреть Как я Здесь Буду Это Пробегать Все Естественно Будет У меня На Автобое Ребята Я не буду Сейчас Сам Париться Потому что Здесь Элементарно Все И просто Они Просто Будут Рвать Здесь Любого И Никто Им Здесь Даже Не Помешает Понимаете Да О чем я говорю Там 540 Мощей Минимальная Ставка Они У меня Извините Меня По 600 По 700 Имеет То есть Никаких Препятствий Плюс У меня Здесь Клауди Который Лечит Здесь Всех Дает Здоровье Ну Сами Понимаете Так что Давайте Один бой Мы сейчас С вами Глянем А потом На паузе Я Допройду Все остальное Ой Как она Хорошо Орудует Так Ага Вот они Вдвоем Обожаю Ребята Беатрис Потому что Она Именно Двоих Сразу Убивает Она Просто Великолепна В этом Плане Но Вы не Забывайте Что у нас Есть Еще Один герой Который Может Оглушать Врагов Бомбочкой Хотелось бы На это Все Посмотреть Причем У него В руках Дубинка То есть Он оглушает А потом Дубинка Их Бомбит Два Раунда Ребят На два Раунда Оглушение Действует То есть Два Хода Он может Их Бомбить Ну что же Как видите Здесь Все легко И просто У нас Пройдено Мы с вами Здесь На три Звезды Соответственно Сейчас Еще ДНК Получим Вот ДНК Забираем И Наверное Ребятушки Уже Нажимаем Паузу И встречаемся Чутка Попозже Ну что же Ребята Осталось Нам Наверное С вами Один бой Произвести И все И мы получим С вами Девятнадцатый Уровень Базы Поэтому Поехали Взял я К себе Значит Так Ребят Смотрите Марию Беатрис И Агилар В принципе Они неплохо Заходят Очень даже Хорошо Здесь действует Мария В общем Давайте Посмотрим Кстати Кто не знает Что у нас Делает Мария Она может Ребята Скрыться У нее Есть Способность Бомбочка Вот такая Вот Ладно Давайте Попробуем Пройти Так Мария Агилар О У Агилара Здесь Вообще Замечательно Должно Все Пройти Давай Вот Скорость 2 Поставим Опс Так Замечательно Идем Наверх Опять же Агилар Ребята Все Он здесь Должен У нас Пройти Без Сучка Задоринки Ага Мы можем Здесь Подъем Делать А можем Вот здесь Слушай Я думаю Что вот здесь Мы с вами Наверное Пойдем 95% Вот так Естественно Здесь Мы его Скидываем Вот так Замечательно Ну и дальше Сюда Забираемся Так Отлично Опа На сундук Ребята Ну так как У нас Нету Профессионального Взломщика Мы здесь Получим Только деньги С вами Ребят Если бы мы С помощью Отмычек Открывали Мы могли бы Вот здесь Получить Либо книжку Либо еще Там что-нибудь Рандомно Короче Так Ну что Давай Подниматься Замечательно Ну что Давай Посмотрим Теперь На Марию Так Мария 92% Это Акробатика У нее Так Смотри У нее Вот такой Есть Ну как Давай Посмотрим Ой Отравила Вот смотрите Ребята Что она Может Делать Круто Я считаю Что это Круто Ребят Когда у нее Мало Например Здоровья Она бросает Бомбочку Правда У нее Всего лишь Одна Попытка Но этого Достаточно Чтобы нанести Колоссальный Урон И когда Мало Здоровья Просто Избежать Смерти Так что Просто Агилар Сейчас Доделывает Своё Дело Вот и Всё Так Ну а мы С вами Двигаемся Сюда Наверх Ну тут Все легко И просто Агилар Естественно Сейчас Убивает Вот этого Вот Охранника И мы Уже Убиваем Оу Как-то Так Ну ладно Всё ребята Мы должны Получить С вами Сейчас Уровень Базы 19 Если я Правильно Всё Почитал Но Продолжить Так Неужели Я ошибся Да нет Не может Быть Этого Да Ребята Отлично Вау Мы Ещё С вами Новое Крыло Открыли Зашибись Короче Мастерская До Четвёртого Уровня Прокачивается Тренировочный Зал Это у нас Во втором Крыле До второго Уровня И новое Крыло Плюс Награды Четыре Тыщи Хорошо Ну что же Ребятушки Я этому Очень рад Доступно Один день Так Куб со Снаряжением Да нет Спасибо Зачем Мне не надо Я Всё своими силами Без Каких-либо Донатов Ну что же Заходим Сюда И Так У нас Значит Новое Крыло Открылось Тренировочное И Одна Из Мастерских Новое Крыло Открыто Конечно Осмотреть Осмотреть Крыло Вот оно Ребят Ух ты Смотри Как прикольно Сделано А что мы Можем здесь Наверное Ничего мы Построить Здесь не Сможем С вами Да Ребята Тут Максимальное Тут Всё у нас Построено Ну да Это Видимо Потом Со временем Сейчас Пока Ничего Оно Просто Открылось У нас Так Здесь Мы можем Тренировочную Вот эту Улучшить То есть Теперь У нас Ребята Здесь Будут Тренироваться Двое Да По-моему Ну-ка Посмотрим А Нет Мы Просто Сейчас Улучшили Ее В плане То Что Скорость Тренировки Будет Идти Быстрее Вот так Вот Ну давай Предположим Мы Отправим Туда Кто У нас Тут Слабенький Можно Марию Можно Так А где У меня Кстати Беатрис Они Все Заняты Их Нужно Ребята Прокачивать В обязательном Порядке Всех Так Ну что Где Давай Погоди-ка Мы можем Мастерскую Еще улучшить А какую Ага Вот Это По аксессуарам Ну что же Давай Конечно Не хватает Ресурсов Каких Требуется Древесина Подожди Я не понял Ах Вот оно Что Цена Ребята 4 тысячи Древесины У меня Не хватает Совсем Немножко Слушайте А где Мы Можем Столько Древесины Надыбать С вами Если Конечно Ах Я даже На задание Ребята Если Сейчас Отправлюсь А я Не Отправлюсь Потому что У меня Не хватает Энергии Печалька Какая Что Вас А этот У нас Там Древесину Добывает Сколько Ему Нужно Еще Чтобы Закончить 45 И Причем Ребята Все равно Не хватит Ладно Ничего Страшного Улучшим Завтра С вами Не к спеху Как говорится Да Так Ну что Тренировочную Мы с вами Улучшили Открыли С вами Крыло И Мы Должны Еще С вами Улучшить Комнату Где Будут Аксессуары Улучшаться Ну что На этом Пожалуй Ребята Мы С вами Будем Закругляться Потому что Энергии Все равно Нету Ничего Мы С вами Продолжить Не Сможем И Увидимся В следующих Выпусках И Продолжим Играть В эту Игру Ну а С вами Был Рэй Всем Пока Всем Удачи И до новых Субтитры Субтитры